Ипотечное кредитование Ирина, здравствуйте. Крымчане получили возможность ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Хотелось бы, чтобы вы более подробно рассказали об этой программе. Добрый день. На самом деле программа государственной поддержки в Российской Федерации существует чуть больше года и разработана Министерством финансов Российской Федерации совместно с Минстроем. А поддержка заключается в том, что государство субсидирует частично процентную ставку по ипотечным кредитам, а для того, чтобы развивалась строительная отрасль. И в конечном итоге получается, что для потребителя ставка получается ниже, чем по обычным кредитам. И таким образом получается льготное кредитование. Хотелось бы, чтобы вы еще рассказали об условиях этой программы. Условия этой программы следующие. Основная мысль и задумка программы в том, как я уже сказала, чтобы стимулировать строительство. Более того, строительство согласно действующего законодательства, то есть по 214-му федеральному закону. Поэтому основное условие программы заключается в том, что физические лица клиентов банков, в том числе и нашего банка теперь, приобретают недвижимость у застройщиков. Это может быть либо готовое жилье, купленное у застройщика, либо жилье на этапе строительства, которое строится по 214-му федеральному закону, то есть продается по договору долевого участия. А какую должна быть первоначальная сумма взноса для приобретения ипотеки, для участия в этой программе? Размер минимального процентного взноса, он оговорен в постановлении правительства Российской Федерации, составляет 20%. В нашем банке все зависит от конкретного объекта, от конкретного заемщика, но минимальный размер также соответствует постановлению, то есть это 20% от цены. А если говорить максимальная сумма кредита, это какая сумма? Максимальная сумма кредита, опять же, согласно постановлению правительства Российской Федерации, для недвижимости в нашем регионе, в Крыму, в частности в Крымском федеральном округе, составляет 3 миллиона рублей. А на какое жилье распространяется данная программа? Данная программа распространяется исключительно на первичное жилье, то есть либо готовое жилье, которое продает застройщик после завершения строительства, и в этом случае клиент заключает с ним договор купли-продажи, то есть обязательные условия, подчеркиваю, чтобы владельцем на момент сделки было юридическое лицо застройщик, либо жилье на этапе строительства, ну в данном случае договор долевого участия. Хотелось бы еще узнать, сколько компаний строительных уже принимают участие в этой программе, и какие условия для компаний? На данный момент по строящемуся жилью у нас аккредитовано всего две компании и два объекта, несколько компаний собирают документы и проходят процесс аккредитации. Основное требование это работа по 214-му федеральному закону, то есть в соответствии по постановлению правительства Российской Федерации. Вот после начала действия этой программы стало ли больше желающих, которые хотят участвовать в ней? Безусловно, желающих стало намного больше, то есть у нас вал звонков был буквально в первую неделю, когда нас включили в господдержку, и в колл-центр, и в наши центры ипотечного кредитования, а при этом заинтересованность проявляют не только жители полуострова, но и жители всей Российской Федерации, поскольку на ее территории программа работает давно, и люди, откровенно говоря, ждали, когда наконец-то в Крыму тоже заработает господдержка. Да, да. Как об этом узнать, если сейчас в этой программе участвуют только две строительные компании, будут новые появляться, чтобы сразу же, скажем так, держать руку на пульсе, как об этом узнать? Все аккредитованные объекты и застройщиков мы размещаем на своем официальном сайте. У нас там есть раздел на аккредитование строящегося жилья, там можно узнать информацию, а также отдельно есть раздел господдержка. Соответственно, мы туда тоже транслируем информацию о том, какие объекты можно купить с участием в этой программе. Хотелось бы, вот с начала года не так много времени прошло, динамику какую-то можно отследить? Сколько было ипотечных кредитов выдано в прошлом году и вот уже с начала года? Динамика, безусловно, есть, она положительная, она начала просматриваться еще в конце прошлого года. В частности, те 255 кредитов, которые мы выдали за 2015 год, в большей мере мы кредитовали как раз в конце года. За первые три неполных месяца 2016 года мы выдали порядка 80 кредитов. Куда необходимо обратиться, скажем так, для оформления этого кредита? Для оформления обращаться, безусловно, необходимо в центр ипотечного кредитования. У нас один расположен в городе Симферополе, один в городе Севастополе. Что касается первичной консультации, то ее могут оказать в любом отделении нашего банка или по телефону горячей линии. Ирина, у нас уже есть первый дозвонившийся, вы в эфире, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Мы вас слушаем внимательно. Алло, да. Мы вас слушаем, спрашивайте. Слушайте меня. Скажите, пожалуйста, я вот задавал такой вопрос, я не знаю, я получил, вот когда я РНКБ банк был, мне дали по 24, как пенсионеры, по 24% годовые. Я могу сейчас участвовать у вас в выплатнике, как я же выплатил кредит уже? Можете еще раз повторить вопрос, немножечко неясно. Нет, просто я, когда мне давали кредит как пенсионеру, я вызвал этот кредит. А вот я могу, как пенсионеру, в выплатнике участвовать в выплатнике, вот, чтобы получить такое вот на жилье. Насколько я поняла, зритель брал уже кредит как пенсионер, его выплатил и теперь интересуется, может ли он быть участником ипотечной сделки. Если вопрос звучит именно так, я на него отвечу. Спасибо большое за вопрос. Значит, что касается кредитования пенсионеров, то все зависит от возраста заявителя. Дело в том, что максимальный возраст на момент погашения ипотечного кредита у нас может составлять в банке по условиям не более 65 лет. Соответственно, если нашему пенсионеру меньше этого возраста, он может быть как заемщиком, так и другим участником сделки, в частности, солидарным заемщиком, либо поручителем. А если же зритель более преклонного возраста, тогда мы можем предложить ипотеку только для его родственников, возможно, детей или каких-то других. То есть ограничение возрастное есть, это 65 лет? 65 лет на момент полного погашения ипотеки. Еще такой вопрос, Ирина. Вот ипотечный кредит с господдержкой начал действовать с января 2016 года. До какого периода времени это будет действовать программа? Изначально, когда нас включали в данную программу, речь шла о кредитовании до конца февраля этого года. Однако, 29 февраля было принято решение о продлении программы до конца года, поэтому на данный момент она длится до 31 декабря 2016 года. Вот также с февраля месяца, я знаю, что действует ипотечная программа «Новостроит». Давайте более подробно на ней остановимся. Да, конечно, мы очень долго ждали эту программу, и в принципе, они немного связаны, ипотека с господдержкой «Новострой», а просто «Новострой» — это более такая общая программа. В чем заключается суть программы «Новострой»? В том, что банк кредитует клиентов на покупку жилья на этапе строительства. То есть не тогда, когда дом уже построен, а когда идет процесс строительства. При этом обязательное условие, чтобы дом строился по 214-му, опять же, федеральному закону, и застройщики проходят аккредитацию в нашем банке. Соответственно, минимальный первоначальный взнос по программе составляет 30%, максимальный срок — 15 лет, а процентная ставка зависит от того, попадает кредит под государственную поддержку или нет. Также есть еще программа поддержки ипотечного кредитования для военных. Совершенно верно. Ипотека для военных — это еще одна из разновидностей льготных ипотечных программ, которые работают в нашем банке. Она действует достаточно давно, уже более года, и довольно популярно. Потому что более половины кредитов, выданных в РНКБ, — это ипотека для военных. Суть программы заключается в том, что мы кредитуем исключительно военнослужащих, участников накопительной ипотечной системы. Помимо льготной ставки и первоначального взноса, а взнос идет у нас от 10%, ставка 11,95 годовых, льготы заключаются в том, что и первоначальный взнос, и последующие платежи за военнослужащего делает государство. То есть фактически он может, не оплачивая кредита вовсе, получить в итоге в собственность квартиру. На данный момент по ипотеке для военных мы работаем как с готовым жильем, так и с недвижимостью на этапе строительства. Однако в данном случае аккредитацию нужно пройти не только в нашем банке, но и в Росвоенопотеке. Ирина, после вступления Крыма в состав Российской Федерации, многие крымчанки получили возможность получения материнского капитала. Можно ли средствами материнского капитала получить ипотеку? По какой программе? И тут есть ограничения какие-нибудь? Материнским капиталом можно расплатиться частично, либо полностью по действующему ипотечному кредиту в том числе. Для этого можно участвовать в любой ипотечной программе абсолютно. Пенсионный фонд выплачивает средства банку, а банк обязанных направить в счет погашения ипотечного кредита. При этом заемщиком по договору может быть как мать, так и отец ребенка, на которого данный материнский капитал выдан. И данное его свойство, так сказать, оно пользуется популярностью. В нашем банке часто погашают. А берут ли кредит на покупку жилья? И вот по какой программе чаще всего жители материковой части России? Безусловно, жители материковой части России у нас даже больше, чем крымчан. Ну, по крайней мере, об этом говорит статистика. Основная масса это, безусловно, ипотека для военных. Но если касается военных, а что делать, если не хватает зарплаты? Вы говорили, давайте напомним, сколько минимальный взнос. Что в этом случае делать? Можно ли привлекать, может, родственников? Вот как выйти из такой ситуации? Я поняла вопрос. Минимальный взнос 10% по военной ипотеке, по другим кредитам чуть выше. А что делать, если не хватает заработной платы? Если рассматривать ипотеку для военных, то здесь она вообще не играет никакой роли. Мы справку о доходах у военнослужащего даже не просим. Если речь идет о других ипотечных программах, то здесь ситуация следующая. Что в качестве заемщика по кредитному договору может выступать не один человек, а несколько членов семьи, которые будут солидарными заемщиками, говоря простым языком, со заемщиками. И тогда их доход будет в совокупности учитываться при расчете платежеспособности. Безусловно, сумма кредита будет выше, чем если заемщиком будет один человек. А много уже квартир в Крыму, которые оформлены в соответствии с российским законодательством? Вы знаете, намного больше, чем было, когда мы начинали с ипотекой. Потому что в конце 2014 года, когда у нас стартовали ипотечные продукты, к сожалению, мы столкнулись с тем, что на рынке очень мало, буквально единицы были объектов, которые оформлены в соответствии с российским законодательством. На данный момент продавцы, как правило, если они выставляют свою квартиру на продажу, они уже готовятся. И благодаря работе нашего ГУСКОМ-регистра, я думаю, что им пришлось изрядно поработать. Объектов с готовыми документами появляется все больше. Ну, скажем так, результат налицо. Прогресс существует. Все работают. Хочу для наших слушателей напомнить телефон, по которому они могут позвонить и задать интересующих вопрос. ГУСКОМ-регистра, стационарный, это 546-546, мобильный телефон, плюс 7-978-400-264. И уже есть звонок от нашего слушателя. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, от знакомых услышала, что можно использовать материнский капитал, если погасить ипотеку. Это правда? И куда обращаться? То есть надо сначала его снимать полностью, а потом приносить сумму в банк? Или как происходит эта процедура? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. К сожалению или к счастью, я не знаю, но снять его полностью и принести в банк не получится, поскольку средства материнского капитала их обналичить невозможно. Однако использовать для покупки недвижимости, в том числе в ипотеку, совершенно несложно. Для этого нужно сначала оформить в банке ипотечный кредит, а затем обратиться в тот офис, где кредит оформлялся. И кредитный инспектор, то есть менеджер по работе с клиентами, поможет подготовить пакет документов, необходимый для пенсионного фонда. После чего наш клиент обращается в региональное представительство пенсионного фонда Российской Федерации, подает данные документы и где-то в течение месяца средства материнского капитала поступают в счет погашения кредита. Спасибо за такой полный ответ. И вот мой вопрос. Есть существует ли какой-то определенный график погашения кредита? По всем нашим кредитным программам мы пользуемся аннуитетной схемой погашения. Поясните для наших слушателей. Поясню, да, безусловно. Это когда тело кредита, который взял клиент, и проценты, они распределяются таким образом, что на протяжении всего периода кредитования он оплачивает один и тот же платеж. Несмотря на кажущуюся сложность расчетов, на самом деле это наиболее удобная схема погашения. Почему? Потому что, во-первых, клиенту не нужно путаться и вспоминать, какой платеж у него в этом месяце. Ему нужно запомнить всего лишь навсего одну цифру. Во-вторых, получается, что если используют банки иные схемы погашения, то сначала клиент платит намного больше денег. Ему это делать сложно. А когда клиент платит усредненную сумму, тогда ему просто погашать кредит как в начале, так и, скажем так, в конце периода своего кредитования. Еще есть у нас звонок от нашего слушателя. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. У меня такой вопрос. Какая должна быть у меня заработная плата, чтобы я мог рассчитывать на получение ипотеки в вашей банке? Добрый день. Очень хороший вопрос. Спасибо. С этим вопросом достаточно часто к нам обращаются клиенты. Но, к сожалению, однозначного ответа на него не существует. Поскольку для того, чтобы рассчитать, при каком доходе банк может выдать вам кредит, нужно понимать, какой кредит нужен, какая сумма конкретно, какой состав семьи заявителя, то есть сколько денег человек тратит на проживание своей семьи, какие у него, может быть, есть действующие кредиты, может быть, иные обязательства. Поэтому вот в конкретной ситуации ответ на этот вопрос будет совершенно иным, нежели в другой ситуации. И чтобы подробно разобраться, получится или не получится взять нужную сумму кредита, лучше обратиться все-таки в Центр потечного кредитования. Сейчас он находится только в Симферополе и в Севастополе? Сейчас в Симферополе и в Севастополе, совершенно верно. Но если человеку неудобно, и он проживает в другом городе, он может подойти в ближайшее отделение РНКБ банка. В своем городе? В своем городе. Его там проконсультируют, а при необходимости сотрудники привлекут профессионала из Центра потечного кредитования. Сколько проходит времени после обращения клиента в банк до принятия банком решения положительного? Для того, чтобы банк принял решение, вообще по нормативу необходимо 5 рабочих дней. Но из практики у нас проходит от нескольких часов, если полный пакет документов и, в принципе, простая сделка, до 3-4 дней. А вот больше популярностью какое направление пользуется? Новострой, либо ипотека для военных, либо с господдержкой? Сейчас максимальное количество обращений идет, безусловно, по ипотеке с господдержкой. А единственным сдерживающим фактором тут является небольшое количество аккредитованных объектов. На втором месте я бы сказала, что ипотека для военных. Будем надеяться, что больше строительных компаний все же аккредитуются и будут предоставлять свое жилье для участия в этой программе. Есть ли у клиента банка, который оформил ипотеку, появляется, вот вы рассказывали о графике погашения ипотечной задолженности. Если появляются деньги, может ли оплатить всю недостающую сумму и при этом не платя какой-то штраф? Да, конечно, может. Причем для этого необязательно собирать всю сумму оставшейся задолженности. То есть клиент может сделать досрочное погашение в любой момент времени, как частичное, так и полное. При этом никаких штрафов дополнительных комиссий не будет. А если досрочное погашение осуществляется частичное, то по желанию клиента мы пересчитаем остаток либо с сохранением платежа, но на меньший срок, либо с сохранением срока кредита, уменьшив платеж. Обязательно ли страхование жилья? Согласно действующего законодательства, а в частности закона об ипотеке, обязательно страхование недвижимости, которое оформляется в ипотеку. Безусловно, банк рекомендует клиентам при оформлении достаточно долгосрочных кредитов и страхование жизни, а также страхование титула объекта недвижимости, это риск утраты права собственности. Но банк не имеет права настаивать на этих страховках и в принципе не настаивает, клиент самостоятельно выбирает. А могут ли оформить ипотеку индивидуальные предприниматели? Да, в этом году мы начали работать с индивидуальными предпринимателями. Если они оформляют кредит на покупку недвижимостью с целью проживания, то есть некоммерческий кредит, мы их можем рассматривать по ипотечной программе. В частности, программа «Простая ипотека» в основном была и рассчитана при ее запуске на индивидуальных предпринимателей, поэтому без проблем. Хотелось бы смоделировать ситуацию. Вот многие студенты учатся в Симферополе, их родители, вот, к примеру, студент не работает, хотелось бы все-таки не платить за квартиру, да, хотят родители ему купить квартиру в кредит. Сам студент себе это позволить не может. Вот для родителей как бы это правильно рассчитать? Ну, безусловно, это хорошая история оплатить, не аренду, а платить в счет стоимости собственной квартиры. А, к сожалению, студент и в силу возраста, как правило, и в силу отсутствия доходов, не сможет быть заемщиком. Но родители могут быть заемщиками, оплачивать ипотеку за него. А если вот вторичное жилье, оно может участвовать в какой-либо программе? Вот если не брать новострой? Да, безусловно, вторичное жилье у нас участвует в целом ряде программ, в частности, кредитная программа «Новоселье» у нас рассчитана на кредитование вторичного жилья. Ипотека для военных в том числе предусматривает кредитование на покупку вторичного жилья. И простая ипотека также рассчитана на вторичный рынок. А по каким критериям выбирается, именно отбирается застройщик? Застройщик отбирается по нескольким основным критериям. Самый важный – это работа в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно по 214-му федеральному закону. Безусловно, надежность, положительная деловая репутация и опыт работы на строительном рынке. А вы еще раз хотелось бы, чтобы повторили, минимальная сумма взноса и, конечно же, максимальная сумма кредита. Если речь идет о государственной поддержке, то минимальный размер первоначального взноса 20%, а максимальная сумма кредита 3 миллиона рублей для Крымского федерального округа. Что касается других ипотечных программ, то здесь размер минимального первоначального взноса начинается от 10% и выше. А что касается максимальной суммы кредита, то она как таковая неограничена. Все зависит от стоимости приобретаемого объекта и финансовой возможности заявителя. Спасибо большое. Следующий вопрос от нашего слушателя. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, я, находясь в браке, могу оформить ипотеку на себя таким образом, чтобы мой супруг в последующем не имел претензий к моему имуществу? Спасибо большое за такой щепетильный, скажем так, вопрос. Спасибо. Вопросы интересные. Ипотеку на покупку квартиры, находясь в браке, вы можете купить в индивидуальную собственность и даже без согласия своего супруга, лишь в том случае, если у вас заключен брачный контракт, который определяет, что у вас имущество, скажем так, раздельная собственность, и что супруг и супруга, они не претендуют на имущество друг друга. Если это будет прописано в брачном контракте, безусловно, ни на квартиру в процессе кредитования, ни на долю в собственности после ее выплаты супруг претендовать не будет. То есть только брачный контракт может спасти, оставить у жены квартиру? Таково законодательство. Хотелось бы, чтобы мы повторили, куда необходимо обращаться за получением кредита и какие необходимы для этого документы? Обращаться можно, если это город Симферополь, то в Центр ипотечного кредитования на проспект Кирова, 39. В Севастополе Центр ипотечного кредитования находятся на проспект Генерала Острякова, 158А, либо можно обратиться в ближайшее отделение РНКБ банка для консультации дальнейшего перенаправления в Центр ипотечного кредитования. Но ипотечное кредитование с господдержкой, как вы сказали ранее, оно будет действовать только до конца этого года? До конца этого года, совершенно верно. Возможно, будет далее принято решение о продлении, однако на данный момент ситуация такова, что до конца этого года. А если говорить о других программах, на какой срок они рассчитаны? На данный момент действующие программы в банке, они бессрочны. Безусловно, мы можем в любой момент их изменять и вносить какие-то корректировки, однако конкретных сроков действия к той или иной программе ее, в общем, не существует. Ну и как узнать о появляющихся новых объектах, скажем так, сразу же? Самый простой вариант – зайти на наш сайт в раздел «Ипотека», либо «Новострой» вкладка, либо «Ипотека с господдержкой». И там, и там мы размещаем актуальную информацию о застройщиках, с которыми работаем, и в объектах, которые у нас аккредитованы. Ирина, планирует ли банк какие-нибудь еще программы? Вы знаете, на данный момент у нас, скажем так, все программы, которые существуют, все виды ипотеки, они представлены. Но мы, безусловно, на этом не остановимся, мы планируем развиваться. Вероятнее всего, если будет нововведение, это будут изменения уже существующих программ. Конечно же, в лучшую сторону мы всегда ориентируемся на клиента и на их потребности. Если будут государственные, либо местные, какие-то федеральные программы, какие-то целевые программы, какие-то специальные программы, мы, безусловно, примем с удовольствием в них участие. И даже в том случае, если клиенту не хватает денег на получение кредита, он может привлечь своих родственников? Совершенно верно. То есть количество созаемщиков, оно хоть ограничено, но не ограничено одним человеком. Требования к заемщикам. Такие же, как и к самому заемщику. То есть основные условия – это платежеспособность. Это основной фактор, который оцениваем. И следующий вопрос – это вопрос от нашего слушателя. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Мы вас слушаем. Подскажите, а вот если у меня прописка не крымская, как мне взять ипотеку? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Если у вас не крымская прописка, но она существует в любом регионе Российской Федерации, вы можете взять любую ипотечную, кредит по любой ипотечной программе, точно так же, как и крымчане. У нас в банке нет ограничений на кредитование крымчан, либо не крымчан. Обращайтесь в любой центр ипотечного кредитования. И, как вы уже сказали ранее, именно с материковой части России пока ипотечное кредитование пользуется большей популярностью, чем у крымчан. Совершенно верно. А в большей степени чего не хватает крымчанам, чтобы, скажем так, опередить? Я думаю, что не хватает некоего опыта ипотеки. Дело в том, что в Российской Федерации ипотека существует достаточно длительное время, и некоторые люди уже привыкли, что у них квартира в ипотеке. То есть они берут квартиру, ее выплачивают, продают, покупают что-то большее в ипотеку, покупают детям, покупают с инвестиционной целью. А в Крыму, к сожалению, несколько лет ипотеки не существовало в принципе. И поэтому людей, ну, скажем так, немного пугает ипотека. Они не понимают, что это. Они забыли, что существуют такие долгосрочные кредиты, помогающие купить квартиру сейчас, а не потом, когда-нибудь насобираются деньги. Когда-нибудь это очень так долго, долгосрочная перспектива. А в нынешних условиях, когда сумма за аренду квартиры, на самом деле, по всей видимости, судя по вашим рассказам, это может составлять уже и взносы, которые будет необходимо ежемесячно платить за квартиру. Это, скажем так, достаточно удобно. Совершенно верно. На данный момент у нас в регионе достаточно сильно выросла арендная плата за недвижимость. При этом стоимость недвижимости пока, я подчеркиваю, пока не так высока, потому что ипотека, как правило, стимулирует рост цен в регионе на недвижимость. Поэтому на данный момент цена аренды и цена оплаты по ипотечному кредиту, они абсолютно сопоставимы. Скажите, пожалуйста, программа эта действует по всему Крыму, я правильно понимаю? Совершенно верно. Не только в Симферополе и в Севастополе. Весь Крым, Севастополь, весь Крымский федеральный округ. И есть еще звонок, мы успеваем принять до конца нашего эфира. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот слышала, что в РНКБ есть несколько программ кредитования, и в отделении банка рассказывали про одну, другую, но о большей ясности можно, какая все-таки лучше. И как правильно определиться, какая программа подходит, как мне конкретно, как мне правильно принять решение. Спасибо большое. А для того, чтобы правильно определиться с кредитной программой, для начала необходимо определиться, что вы будете покупать. То есть это готовое жилье, либо это жилье на этапе строительства. А лучше всего все же обратиться в Центр потечного кредитования, там помогут, поскольку нет такого понятия, что какая-то программа хуже, а какая-то лучше. Просто у каждой свой целевой сегмент, своя целевая аудитория. То есть могут быть нюансы, связанные с тем, где человек работает, какие у него доходы, какой взнос он хочет или может внести. Поэтому лучше все-таки проконсультироваться в Центре потечного кредитования. То есть именно там дадут исчерпывающую информацию, скажем так, и подберут кредит? Совершенно верно. Помогут выбрать. Нам хотелось бы подвести все-таки итог нашей с вами беседы. Минимальный первоначальный взнос, конечно же, максимальный. Вот как успеть, до какого периода работает ипотечное кредитование с государственной поддержкой? Минимальный первоначальный взнос со всех существующих программ у нас по ипотеке для военных это 10%. По программе с господдержкой от 20%. Ипотека с господдержкой у нас действует до конца года. Поэтому для того, чтобы успеть взять кредит по льготной процентной ставке, я думаю, об этом следует задуматься уже сейчас. И максимальный срок кредитования, опять же, зависит от кредитной программы, но не более 20 лет. Спасибо вам большое. Есть ли раньше сама мысль о приобретении квартиры в кредит? Многих очень людей пугало, потому что платить за квартиру от 10 до 20 лет, даже более, на самом деле, большинство населения, для них это была мысль непереносимой. То сейчас, благодаря банку, в большей степени банку РНКБ, которая предоставляет очень много ипотечных программ, эта мысль не пугает, а делает мечту о собственном жилье доступной. На этом у меня все. Следите за нашим эфиром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова